Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте! Главная тема дня. Когда бушуют не по-детски, последствия ураганов песочные, тысячелетний клад, рязанские археологи обнаружили уникальную коллекцию украшений. Бронзовое небо Польши. Рязанские воздухоплаватели покоряют европейские рубежи. Ураган, прошедший над Рязанью, изрядно напугал жителей микрорайона Дашково-Песочное. Впрочем, на этом стихия не остановилась. Проводило деревья и припаркованные автомобили. О последствиях вчерашнего урагана расскажем далее. Был очень сильный порыв ветра, страшный. Я была в комнате, все, загрохотало. Ну вот и поломались деревья. Вот так описывают вчерашний ураган в Дашково-Песочне местные жители. Поваленные деревья, поверзенные лавочки, разбросаны на несколько метров ветки. А это дерево, которое упало на проезжую часть, пришлось распиливать на несколько частей, чтобы восстановить проезд. По словам местных жителей, коммунальщики и службы МЧС реагировали быстро. И на ликвидацию последствий прибыли оперативно. Через час я вышла, но тут тут уже все распилили, все убрано. То есть, ну не совсем убрано, но во всяком случае дороги освободили. Потому что сюда не могли даже автобусы проехать. Частные машины разворачивали в другую сторону, а автобусы никак не могли. Естественно, и сразу вызвали. Этим летом непогода активна, как никогда. После урагана поваленные деревья падают куда попало. В микрорайоне Недостоева стихия деревом повредила припаркованную десятку. Инцидент произошел рядом с домом номер 3А по улице сельских строителей. В результате происшествия никто не пострадал. Вот только возникает логичный вопрос. А куда обращаться автовладельцам в таких случаях? Если вы пострадали от природных явлений, у вас есть несколько вариантов действия. Первое. Вы можете обратиться в страховую компанию, если имущество застраховано. В случае, если страхование не было осуществлено, гражданин может обратиться в органы местной власти, в частности в Рязани, это администрация города Рязани, с заявлением о возмещении ущерба, причиненного стихийным бедствием. Если управляющая компания надлежащим образом исполняла свои обязанности, то гражданин должен напрямую обращаться к руководству. Здесь порядок такой. Сначала подается претензия, и на ее удовлетворение у лица, причинившего ущерб, имеется 30 дней. Если в этот период спорная ситуация не разрешена, гражданин должен самостоятельно подготовить исковое заявление и обратиться с ним в суд. Синоптики обещают, что дождливая погода сохранится на территории области до конца недели. Самое время подумать о безопасности своих авто. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Август оказался богат на археологические находки. Уникальная береста, дирхамы, а теперь настоящий клад. Обнаружили коллекцию в Старой Рязани, и ее возраст примерно тысяча лет. Валерий Седов все оценил. Кольца, цепочки и прочие украшения на видео – сокровища, которые нашли в Рязанской области. Клад необычен сразу со всех сторон, говорит руководитель Староризанской археологической экспедиции Игорь Стрекалов. Например, возраст этой находки около тысячи лет – конец 11-го, начало 12-го века. То есть на сто лет раньше других 17 кладов, которые нашли в Рязани за все время. Сам же клад – находка случайная. Его обнаружил местный житель недалеко от зоны раскопок, в Овраге, на небольшой глубине. Коллекцию украшений передали экспедиции. Потом зону исследовали еще раз, но о других находках пока не сообщали. Сам же клад представляет ценность все-таки больше с археологической точки зрения, чем с денежной. Игорь Стрекалов рассказал, что находка может не только ответить на существующие вопросы об истории Рязани, но и задать новые. Клад, который, по нашему предположению, располагался недалеко от древней дороги, которая соединяла город с его дальней пристенью, располагавшейся около современного села Исады, позволяет нам найти еще дополнительный аргумент в пользу того, что эта дорога действительно существовала и что она в тот момент уже использовалась жителями Рязани и людьми, которые пребывали в городе. Находка позволит ответить и на другие вопросы. Как развивалось ювелирное дело и в Старой Рязани, и во всей Древней Руси в целом. Пока что это самый старинный клад, найденный в регионе. Эпидиция у нас ежегодно работает в июле-августе, то есть в летние месяцы в Старой Рязани. У нас здесь археологическая база, где мы ежегодно останавливаемся для проведения раскопок. И мы уже в течение нескольких лет проводим исследования на двух раскопах. На северном городище, в древнейшей части Старой Рязани, где как раз также пытаемся решить некоторые вопросы ранней истории города. А также второй раскоп на южном городище, городище эпохи столичного периода истории Старой Рязани. А еще, по словам Игоря Стрекалова, в этом сезоне львиная доля находок – это стрелы. И впервые обнаружен наконечник арбалетного болта. Известно, что арбалеты были на вооружении у рязанцев, однако фактически их никто не находил. Другая находка – производственное сооружение, которое только предстоит изучить. Валерий Седов, телекомпания «Город». Фестиваль «Неброссия» в этом году прошел раньше привычных сроков. Это не случайно. Даты сдвинули, чтобы рязанские молодые пилоты сумели подготовиться и выступить на чемпионате мира среди молодежи в польском городе Лешно. И ребята не подвели. Пятый чемпионат мира по воздухоплавательному спорту среди молодежи стал для наших бронзовым. Сборная России, которую представляли Дмитрий Жохов из Тулы и Владимир Ермаков из Рязани, пропустила вперед лишь британцев и итальянцев. Это нормально для нас, потому что у нас и основная сборная показывает такой же результат. И мы особо не отстаем. Это для нас нормальный уровень. Можем лучше. Позрыв вообще минимальный. Мы вдвоем с Димой могли бы спокойно всех обыграть, если бы я немножко не подвел. В личном зачете Дмитрий Жохов завоевал бронзовую награду, что является серьезной победой. Владимир Ермаков – 24 место из 43 участников. На недавно прошедшем в Рязани Кубке России Владимир показывал неплохие полеты и стал третьим. А вот в Лешно не справился с некоторыми факторами. Все дело в условиях. Задания в основном были виртуальными. Привычных для пилота крестов было мало. Думаю, психологический фактор был, потому что первый раз я ездил на международные соревнования. Судья тоже спортивный был незнаком, и его задания, его принципы я не знал. Плюс еще брифинги на английском языке. То есть, может быть, какие-то мелочи от меня ускользали, которые доходили только во время полета. Впрочем, летать в Польше было проще, признается Владимир Роза Ветров предсказуемо, а потому обошлось практически без погодных сюрпризов. У нас рельеф намного интереснее. У нас есть много оврагов, у нас речная система, пойма. А там все ровно. Все ровно и все поля. Немножко леса. Соответственно, там прогнозный ветер, он, скорее всего, такой есть. Спортивный азарт проснулся, признается рязанский пилот. Чтобы выступать на молодежном чемпионате мира, у него есть еще целых два года. Дальше взрослый разряд. Настрой исключительно на серьезную подготовку и победу. Сейчас я чувствую в себе силы, возможности повышать навыки свои воздухоплавательные и что-нибудь довыигрывать. И для этого у меня есть два года, чтобы съездить на следующий чемпионат мира среди молодежи, выиграть его и уже отбираться в основную сборную. И хотя соревновательная часть сезона в этом году завершилась, в небе все еще можно наблюдать проплывающие аэростаты. Закроется воздухоплавательный сезон в октябре, если позволит погода. Марина Романюк, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Жаркое лето все чаще заставляет мигрировать не только животных, птиц, но и насекомых. На курортах Краснодарского края было нашествие божьих коровок, а Рязани облюбовали богомолы. Надолго ли и стоит ли их бояться в нашем следующем материале? Как мы не пытались его выгнать, уж и так, и сяк. И все равно он прицепился. Это только одно из множества видео, которое этим летом заполонило рязанские группы в социальных сетях. Этих зеленых насекомых и правда много. Поселились они как в городе, так и в области. При этом богомолы для Рязани не в новинку. Появились они еще в 2010 году. Хотя до этого предпочитали юг. Кавказ, Крым. Причины переселения – смена климата. Климат в начале 21 века действительно постепенно меняется. Мы заметили, подсчитали, отрисовали графики. И получается, что в первый год стал теплее, особенно за счет роста зимних температур. Наши зимы стали более теплыми и более снежными. Возможно, это один из ключевых факторов выживания некоторых видов южных насекомых, которые постепенно расширяют свой ареал. Богомолы появились не только в Рязани. Теперь зеленый хищник в царстве насекомых завоевал Липецк и Владимир. Какое влияние богомол окажет на рязанскую фауну, только предстоит изучить. Но как агрессор он явно окажет влияние на местные виды насекомых. При этом богомол не единственный условный новичок в Рязани. Со смены климата пришли и другие. Кроме богомолов появилась масса других видов насекомых. Просто они менее заметны и менее идентифицируемы людьми. Например, несколько видов бабочек. Эгелия. Вообще нетипичная для нас. А теперь она чуть-чуть не в каждом лесу летает. Галатея, Суворовка, ряд других. Специалисты области сельского хозяйства указывают на то, что у нас появится клоп вредная перепашка. А это вредит для сельского хозяйства. Опять же, типичный для более южных районов России. Паниковать не стоит, говорят биологи. Это процесс естественный. Насекомые всегда мигрировали из одного района в другой. Сотни тысяч лет назад на месте Рязани было море. Теперь здесь появились тропические и субтропические насекомые. К таким как раз относится богомол. Просто для человека такие изменения незаметны, потому что век его короток. Как, впрочем, и у богомола. Больше года в дикой природе они не живут. Валерий Седов, телекомпания «Город». У всех православных праздник, который еще называют народным, яблочный спас приурочен к торжеству преображения Господня, в котором тесно переплелись церковные и народные традиции. В древние времена праздновали несколько спасов, которые были приурочены ко времени созревания зерновых культур, овощей, фруктов и других даров земли. По сей день сохранились медовый, яблочный и ореховый. Отмечают их в августе. В церковном календаре все три спаса связаны с Иисусом Христом и его деяниями. Слово «спас» — сокращенная форма слова «спаситель». Яблочный спас, который также называют «второй спас», праздник первых плодов, средний спас, горох в день, первые осенины и так далее, напоминает о великой силе природы и ее неоценимых дарах. Освящение плодов — это очень древняя традиция, уходящая очень далеко, еще в Ветхий завет, когда люди все самые лучшие, самые первые плоды приносили Богу. Виноград приносился для освящения, чтобы потом из винограда сделать вино для богослужения. На Руси у нас приносят яблоки. Праздник плодородия в дохристианские времена отмечали в середине августа, на который приходилось окончание сбора урожая. С принятием христианства церковь связала это народное торжество с праздником преображения Господня. Согласно Писанию, Иисус полностью преобразился, когда молился на горе Фавор со своими учениками. Лицо его просияло, одежды стали ослепительно белыми. Символический смысл праздника состоит в том, что каждый способен преобразиться, приблизившись к Богу. Марина Романюк, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.goro.tv, на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова